Опасный инсектицид, хранившийся годами в бункере вблизи села Палиева, все еще не покинул Украину. Напомним, могильник был вскрыт этой осенью для утилизации отходов, так называемого дуста. Однако, по окончании работ более 100 тонн яда остались в уже вскрытом хранилище, в непосредственной близости от населенного пункта. Еще около 1000 тонн хранятся в рыбном порту. Как сообщает первый взаимосвититель начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Василий Лабунец, при вскрытии бункера яда химикатов обнаружили на 100 тонн больше, чем ожидалось. В результате на вывоз всего объема дуста банально не хватило бюджетных денег. При выезде комиссии на место, то есть к ядомогильнику, уже было перезатарено и упаковано в бег-беге порядка 1000 тонн яда химикатов. Вернусь к тому, что было заявлено по заявке, то есть министерство выделяло деньги на 921,9 тонн, что было указано в заявке. Представители Одесского порта, на балансе которого находится бункер, в свою очередь задаются вполне логичным вопросом. Почему возможность обнаружить в захоронении больше дуста, чем предполагалось, не учли заранее. Ведь захоронение производилось еще в 70-е годы. Более того, помимо самого инсектицида, утилизировать должны были еще и тару, ржавые бочки и железные ящики. Заявка 921,8 тонн могла появиться только по данным НЕТО, только по данным именно яда химикатов, которые там затарены. Как показал процесс работы двухлетний Сибуд Систем, согласно их технического регламента, они принимать обязаны и тару, в которой находились эти 921,8 тонн, то есть мешки, контейнеры металлические, которые находились на территории этого участка, а также дегазированную землю, дегазированные растворы, т.д. и т.п. Как отметили в экологической инспекции, сейчас ДУС сложили обратно в бункер и закрыли полиэтиленом. Однако целостность могильника уже нарушена, и гарантировать усохранность, что и раньше, он уже не может. Из большого, грамотно оборудованного едомогильника, который за 35 лет не допустил при нашем хорошем содержании ни одной протечки, и мы видели там идеально ни одной трещины в этом бункере, мы получили мало оборудованный, малосохраняемый, но тоже едомогильник. Остальная часть ДДТ, а это около 1000 тонн химикатов, также не покинули территорию Украины. Сейчас они хранятся на специально оборудованной площадке в рыбном порту. Прокомментировать, почему ДУС все еще не отправлен на утилизацию, в экологической инспекции затрудняются. По мнению одесских экологов, едохимикаты, оставшиеся вблизи села Полиева, необходимо вывозить немедленно. Специалисты считают, что в первую очередь ДУС должны вывезти хотя бы в рыбный порт. Константин Гак, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг».